Меня зовут Владимир Иванович Жиленко, добро пожаловать на канал в столярную мастерскую 8. Недавно Владимир Евдокимов, коллега, снял фильм «Зачем хоббисту Ютуб?». Тему его поддержал Андрей Ермолкевич. Вчера вечером они прислали обоими письма, просили поделиться своими мыслями на эту тему, поддержать их. С удовольствием делаю это. Молодцы, ребята. Ваши фильмы – это помощь начинающим столярам. Я как раз снимаю серию фильмов «Начинающим столярам». Это как никогда будет очень тему. Мне проходят письма многие, я спрашиваю, дедушка, расскажите за себя. Поэтому немножко расскажу за себя, как я попал на Ютуб. Дедушке 63 года, родился на Украине. Учился я в Тамбовской области, в городе Мичуринске. Служил в городе Смоленск, в красивом, чудесном городе. А прожил в Крыму и ушел на пенсию. Работал художником и формителем, пока не развалилась страна. Когда все начало рушиться, коллектив художников создал бригаду, скажем такую. Мы выливали из гипсопотолки, стены, я вырезал панно из гипса. Мне нравился этот материал, чудесный, податливый. Но это продержалось два года, начало все рассыпаться, рушиться. Это 80-е годы. Я взял патент, в патенте было написано «Ремонт и изготовление мебели». И с этим патентом я и перешел на пенсию. Сначала хотел выпускать сувениры. Мне эта тема очень нравилась. Если вы видите, я очень часто делаю поделки. Задумок за поделки очень много. Я, наверное, еще расскажу о всяких сувенирах и поделках. Но, скажем, на сувенирах, кроме того, что надо было изготовить, еще надо было реализовать. Хотя в Крым было много туристов ехали, сувениры сюда пользовались спросом. Тем более, я изготавливаю индивидуальные. Я не люблю масштабировать свои изделия, люблю делать единичные вещи. Но, скажем, сувенирами особо не прокормишь семью. Поэтому я перешел и работал в столярку. Я все окунулся с головой. Делал двери входные, межкомнатные. Любил изготавливать кухонные уголки. Перетягивал старые диваны и кресла. Изготавливал новую мягкую мебель. Очень много делал трюмо, триложи, зеркал, рамочек под зеркала. Табуретки, стулья и прочее. Мебели было очень много переделано. С ламинированной ДСП работал мало. Почему-то я ее не люблю. Если делал я какие-то кухни из ламинированной, то комбинировал. Делал, скажем, фасады из натурального дерева, остальное из ламината. Работа художника заключалась в следующем. Что сначала надо было сделать работу в миниатюре. Сделать эскиз. Потом этот эскиз отвезти в Симферополь на утверждение. Где сидел авторитетный жюри, художественный совет. Эту работу оценивали. Делали замечания. Художественный совет как бы учил, направлял нас правильно работать. Сидели там опытные мужи. Авторитетные художники, заслуженные были. Кроме того, что учили, ну и, скажем, немножко нас они ругали. Они требовали от нас все время творческого роста. Растите, друзья. Мы не понимали, как можно вырасти. Вот они нам, они говорили, покупайте журналы, читайте информацию. Тогда в то время не было интернета. Не было такого общения, как сейчас. Поэтому вот эта тема хоббиста, зачем хоббисту, зачем увлеченному человеку ютуб, нужен ли он, нужен, друзья. В первую очередь для общения. Только общаясь с единомышленниками, с такими людьми, как вы, вы можете вариться, скажем, в творческом соку. Общаясь с лучшими, чем вы, вы будете делать еще большие успехи. Не оглядывайтесь на худших. Равняйтесь только по лучшим. Берите лучший пример. Так вам будет легче в жизни. Многие художники, насколько были в себе самоуверены, они не терпели критику. Они рассчитывались, они не выдерживали, скажем, замечаний, художественных совета. Они были самовлюблены в себя, в свою работу. Им казалось, что они делают самое лучшее, самое достойное. Но это для них казалось. А когда мы приезжали на художественный совет и смотрели работы рядом своих коллег, мы думали, как можно сделать такой шедевр. Потом, через месяц и у нас получался такой шедевр. На нас смотрели начинающие, новички. Так мы потихоньку росли, набирали творческую силу. Я бы работу поделил на две категории. Творческая работа и работа исполнителя. Творческая работа – это работа, связанная с карандашом, с фломастером, с кистем. Это нарисовать, чертить, выдумать. Скажем, работа дизайнера, архитектора. Да, тоже столярки надо выдумать красивые двери, нарисовать мебельный фасад, дверь, кухонный уголок. А человек-исполнитель, он по вашим чертежам должен изготовить эту мебель, раскроить ДСП тоже, собрать, скрутить. Получается мебель. Друзья, я хочу, чтобы вы работали творчески. Чтобы получить заряд творческой энергии, конечно, вам надо только общаться со своими друзьями. Поэтому не стесняйтесь, снимайте свои фильмы, выставляйте, пусть они даже корявые немножко. Мои фильмы первые, я тоже смотрю на них с ухмылкой. На Новый год отдыхали мои внуки. Были зимние каникулы. Они Ютубом очень увлечены. Это они меня надоумили и сказали, дедушка, давай мы снимем, попробуем. Они снимали первый ролик. Темы, конечно, у меня были. Тем достаточно было. Установили Sony Vegas 11 версию для фотомонтажа. Они сами порезали, склеили, озвучили. Я не знал тогда, как убирать громкость, поэтому в первых фильмах шумели станки. Я не знал, как ускорить какую-то работу, чтобы это не было надоедливым. Потихоньку научился. Но считаю, сейчас очень много ошибок и очень много задач впереди. Поэтому только, наверное, общими усилиями, с вашей друзья помощью, с вашими подсказками. Мы можем сделать и мой канал лучше. Я помогу вам, чтобы ваши каналы развивались. В конце фильма еще раз скажу, что я полностью поддерживаю Владимира Евдокимова за его прекрасное видео, за рассуждения. Еще раз обращаюсь к начинающим столярам. Это не только к столярам. Друзья, если вы решили заниматься, не стесняйтесь. Общайтесь с своими коллегами. Только общаясь с коллегами, вы достигнете роста, творческого роста. Я хочу, чтобы вы были творческими людьми, делали красивее с каждым днем. На оптимистической ноте заканчивая, хочу еще сказать, что с месяца назад я получил письмо. Мне Миша Сверсона прислал небольшое письмо. Дедушка Володя, посмотрите, как я вырезал лобзиком из фанеры маленькие изделия. Он прикрепил фотографию. На личную почту мне прислал письмо. Это, наверное, были первые работы. Красивые, аккуратно сделаны. Через неделю этот Миша прислал мне еще небольшое письмо. Тоже фотография. Эта фотография была наполовину. Он просил дедушка Володя, полфотографии утеряно, восстановите, пожалуйста. Там был рисунок жар птицы. Я ему дорисовал эту жар птицу. Через несколько дней пришла от Миши опять фотография, письмо. И он уже показал, он сфотографировал и прислал мне красивую шкатулку, вырезанную лобзиком. Мой рисунок жар птица в Мишином исполнении. Красиво, чудесненько. И самое интересное, друзья, он в конце уже написал. С уважением, Михаил Сергеевич. Поэтому на такой оптимистической ноте заканчусь свое выступление. Уважайте себя, друзья. Цените свой труд. Проявите высокую культуру в производстве. И проявите высокую культуру в общении. Так будет легче жить. Подписывайтесь на канал. До новых встреч. Дальше будет еще интересно. Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok